здравствуйте друзья редко бывает день такой или прямой эфир где бы не спрашивали наши зрители так будет или не будет прием заявок на следующую лотерею green card вот осталось буквально там пару месяцев до что у нас там август сентябрь вот уже в первых числах октября обычно начинают принимать заявки и мы все время на эту тему говорим и как-то время идет вперед возникают новые проблемы потом они рассеиваются потом опять какие-то угрозы возникают потом угрозы рассеиваются и так вот целый год уже мы довольно пристально следим и надо сказать что еще несколько месяцев назад было впечатление такое что ну в общем уже угомонились и до ноябрьских выборов ну там не только палаты представителей полностью переизбирается и треть конгресса там еще много чего там и губернаторы и законодательные позиции в штатах разных много должностей но вот вот пока эти выборы не состоятся и не выяснится там какой-то расклад сил никто не хочет вот сейчас туда залезать снова и это правда но есть один человек который хочет а этот человек существенный значит этот человек президент соединенных штатов господин трамп который выносит иммиграционную политику на первое место на первый план в проведении выборов ноябрьских если после того как приняли налоговую реформу республиканцы пытались как бы продать населению идею этой реформы и идти на выборы как успешные проводники так сказать налоговой реформы то дальше потихонечку они пришли к выводу что не работает потому что скажем так обобрать львиную часть населения долю населения чтобы отдать денег богатым с целью разогнать экономику которая и так на полных парах прет уже там и нанимать некого и так далее и вроде как эта идея оказалась непопулярная то есть мало кто вообще поддерживает и вот значит на первое место вместо радости значит снова выходит страх ненависть апелляции так сказать к низменному вот разделяя и властвую вот разделяют с помощью иммиграционных таких вот дел и надо сказать что лотерея green card конечно играет роль явно вспомогательную в этом деле но она является частью пакета там никто не меняет как бы одну фишечку на другую там меняют сразу пакетом и логика таких самых консервативных республиканцев а именно они сегодня определяют по политику трампа логика самых консервативных состоит вот чем они говорят ну хорошо мы не будем депортировать мы как бы легализуем тот декрет который издал президент обама о не депортации да мы защитим их от депортации но статус посполноценный там с green card и с последующим гражданством и так далее мы им не дадим потому что это амнистия а мы никаких амнистий никогда никому не позволим потому что вот начни амнистию тут потом будет амнистия там вот уже была амнистия там на 200-летие сша и чем это все кончилось значит опять новые набежали нет 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 в общем они говорят пожалуйста значит мы вам позволим их не депортировать а вы уже тогда давайте значит нам забор мы поставим вокруг вдоль границы и вот это как бы их такая позиция но дальше там демократы горят не ну что это такое какой-то такой статус непонятные вроде живут и не живут и как тоже давайте их как-то легализуем те говорят хорошо если мы их легализуем тогда вы нам еще что-то дайте потому что если менять только на забор а демократы горит пожалуйста мы этих легализуем а вам забора не нифига так не годится если только забор то на забор мы их не легализуем а просто не депортируем а вот если хотите легализовать давайте накиньте что-нибудь причем надо сказать что green card лотерея в данном случае имеет больше такое принципиальное значение но смысле но если мы вам что-то даем тогда эти что-то взамен да тем более что не только среди населения страны в целом и республиканцев в особенности но даже среди демократов тех кто голосует за демократов свыше 60 процентов хотят закрыть лотерею они не понимают зачем она нужна то есть одно дело там люди наверху решения принимают там сенаторы конгрессмены а простой народ не понимает зачем нужна лотерея они вообще не знали что она есть совсем недавно вот в связи со всей этой компании вот год назад страна узнала что есть какая-то такая лотерея раньше вообще никто понятия не имел и вот они когда не надо это зачем ерунда так значит так вот но там есть серьезная штука которую и многие республиканцы не поддерживают это закрытие семейной иммиграции это уже совсем плохо то есть маму папу не вези значит там брат и сестру не вези и так далее и и очень многие республиканцы вот например есть такой лынси грахам очень такой авторитетный республиканец он говорит что я считаю что надо было бы поднять иммиграцию легальную а не сокращать поднять что нибудь там до трех миллионов вот сейчас миллион трамп хочет сохранить сократить до полмиллиона а грахам говорит пусть уже будет миллиона три это же все равно даже это же меньше процентов в год это меньше одного процента в год но сколько там вот за 20 лет сколько мы там по навезем иммигрант только надо ну не все подряд брать а так как бы разборчиво такая вот значит интересная картинка в общем разные есть мнение на этот счет но семейную иммиграцию очень трудно так вот провести не только из-за демократов но и из-за республиканцев более умеренно там же не все такие экстремальные поэтому мы приближаемся к выборам на выборах на первое место выходит вопрос иммиграции страну надо защищать страну надо спасать все кто с нами не согласны враги отечества вот уже и средства массовой информации назвали врагами народа так открыто прям вот вот этими словами и в общем те кто не с нами те против америки такая вот значит идет мулька и трамп неоднократно грозился и как бы повторяет то есть мы не знаем к чему это все придет но безусловно если иммиграция становится на первое место то муссирование темы иммиграции муссирование темы защиты интересов там страны вот сегодня сутричка там на иран заглавными буквами как на порно сайтах там угрозы всякие в твиттере писал там и так далее то есть вот мы защищаем страну от врагов внешних в данном случае внешне под этой иммиграции и до 1 октября должен быть принят бюджет страны на следующий финансовый год который 1 октября как раз и начинается там есть такая манера знаете они когда не могут принять бюджет но силу разногласий каких-то они говорят ну давайте давайте примем такое как бы временное такое вот такое временное расширение бюджета ну там я не знаю на на три месяца на 4 недели и пока будем дальше договариваться и такое тоже есть вот в этом году финансовым так раза раза четыре они там откладывали и так далее но суть вот чем значит трамп говорит я не подпишу бюджет говорит он а это закон и закон должен быть подписан президентом он я не подпишу бюджет если в нем не будет денег на забор и мы возвращаемся снова тогда к ситуации ну хорошо а что ты хочешь за забор и это уже весь год происходит давайте весь год происходит как бы все время возвращаемся и говорим ну так что в обмен там ну пожалуйста вот значит вы мне забор вы мне семейную иммиграцию вы мне green card лотерею то есть он говорит я не подпишу пока не будет денег на забор но на самом деле забор имеется в виду плюс семейная иммиграция плюс green card лотерея вот мы на эту сторону кладем вот эти три штучки говорит он а вам пожалуйста мы легализуем это вот эти вот там 700 тысяч там этих сколько их там есть там все время цифры расходятся сколько их есть то 700 скажет то 800 то 620 отдят я честно сказать не знаю как они считают но вот этих вот вот они там вот вот этих вот легализовать и мы снова попадаем в такую ситуацию когда страна может оказаться без бюджета страна без бюджета это большая неприятность поэтому конечно они могут например продлить но принять временный какой-то такой бюджет обычно это знаете как бывают они не принимают на там три года на три месяца они говорят мы продлеваем старый бюджет еще на три месяца это не то же самое что принять новый на три месяца потому что когда ты принимаешь новый на три месяца там у тебя заложены те расходы которые тебе нужны на новый год а когда ты продлеваешь старый на три месяца то ты просто его продлеваешь там там не хватает денег на то на что ты хотел потратить в новом году это не это не очень хорошее решение и вот у нас такое противостояние противостояние будет создано совершенно искусственно потому что в политических целях с целью вот в частности значит выставить себя защитником родины там от внешнего врага который прет через границу с наркотиками с ножами пистолетами и так далее и так далее вот и вот есть враги отечества которые значит чего-то такое отказывают ему есть такая мулька что вот люди которые там за трамп переживают им говорят ну что же вот он уже два года уже ну так ему же мешают давайте ему мешают вот это вот то что ему мешают это как бы становится такой политической махиной который таким флагом которым размахивают и кричат вот ну то есть как бы вот если я был диктатором как и положено президенту сша а мне мешает ну то случаем и мешает конституция соединенных штатов вот и как бы конечно многие бы с удовольствием отменили конституцию соединенных штатов потому что наконец-то пришел настоящий вождь которого конституция просто сдерживает от того чтобы страну защитить от внешнего врага но вот с этим мы идем на выборы он в общем то в его понимании вещей он заинтересован в том чтобы обострять накалять и ну как сказать вот создавать ажиотаж вокруг эмиграции вокруг защиты страны в более широком ключе кто спасет страну пойти он хочет сделать выборы в ноябре выборами под лозунгом кто спасет страну и кто хочет ее разрушения посредством вот значит открытых границ и приведения вандалов там и так далее так далее так далее поэтому мы можем оказаться в ситуации когда у страны нет бюджета еще раз есть масса способов с этим иметь дело вот не совершенно не обязательно что они до чего-то договорятся и что-то ему удастся и так далее то есть мы мы ничего нового пока не видим он он не предлагает новых решений новых компромиссов каких-то он настаивает на том что есть больше того если он от чего-то отступится то он будет состоянии проигравшего пройти у него компромисс это никогда он молодец что договорился а когда он молодец он только тогда когда все капитулировали то есть договариваться это проигрыш заставить капитулировать это победа а любая договоренность это проигрыш как бы такая система координат поэтому вот рубеж такой мы будем наблюдать за этим делом посмотрим чего получится имейте ввиду что в августе а вот мы уже почти в августе в августе значит конгрессмены наши отчаливают на каникулы и в общем то мы до сентября особо ничего такого не увидим но есть еще пару дней вот пока они уйдут каких-то экстренных обстоятельствах они могут даже и не уходить но не видать таких обстоятельств вот ничего такого нету сейчас поэтому посмотрим но вот пусть уже уже пусть как-то что они придут скажет то есть до сентября ничего особого не произойдет а вот уже в сентябре мы увидим вот эти вот битвы и я обещаю вам держать вас в курсе этих битв вот пока такое вступление фактически это вступление в ту тему которая у нас хорошо так пойдет в сентябре все друзья счастливо битвы и